Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня я хочу открыть такие интересные сюрпризы. Как видите, у меня здесь есть яйцо Барбоскины и Тролли. Также есть Лисичкины сказки, Сквинкис, Красавица и Чудовище. Также есть десерт Кисворд. И также есть такое интересное яичко новогоднее, голубоносые друзья, тот петушочек. И также есть новый пакетик Кэйт и Мин-Мин. Интересный такой Мин-Мин, зайчик. Хотелось бы, чтобы он мне попался. Для меня это новый пакетик, буду его первые открывать. И давайте откроем, не знаю, с Лисичкины сказок. Вот такой интересный артик здесь, здесь тоже классный. Попадаются здесь вот такие фигурочки. Но я взяла специально из-за этого олененка. Он очень классненький, на мой взгляд. Также тут есть натуральные цикады без красителей. Хотелось бы попробовать узнать. Первогодность позволяет. И давайте откроем. Так, сколько стороны будет правильно. Свет, наверное. Очень бы хотелось, чтобы олененок попался. У меня уже свою коробочку уже... Ой, порвала. Не хочет она никак не открываться. Ну, а я здесь, мышка. Так. Кладыш. Фигурка. Цикады. И пустая. Сказала мышка и попалась. Мышка. Так. Вкусные цикады. Натуральные даже. Давайте посмотрим на вкладыш. Вот. Сначала как бы на коллекцию. Так. Кажется, волк попадается. Мышка. Зайчик. Лисичка. Сова. Олененок. Белка. А здесь у нас мышка. Мышка хвостиком вильнула. А сейчас уже убрали. Конечно, посуда бьется, на счастье. Но лучше убрать ее подальше от таких хвостиков. Дурацкий рассказ какой-то непонятный. Не знаю, может, какой детский книжечки. Ладно. И давайте, наконец, посмотрим на фигурочку. Что идет. На нем даже ограничения есть по возрасту. Ничего себе. До трех лет. И вот такая мышка. В тапочках савиных. Классная. Сыр такой прикольный, оранжевый. Вот здесь немножечко брак. Она прорезиненная. Очень прорезиненная. Хвостик такой. Но вот эти тапочки в виде сов. Вообще очень классные. Ну, а у нее даже головка поворачивает. Смотрите. Класс. Довольно неплохое качество. Очень классная. Если честно, очень здоровская. Ланик опасная. Давайте откроем пакетик, раз он упал. Спинкис. Здесь попадаются 12 именно спинкисов. Из красавицы и чудовища. Две, как видите, шарика. В одном пакетике. Так. Сейчас прооткроем. Так. Открыла я осторожненько. И первый посмотрим, кто же попался у нас. Такие интересные прозрачные шарики. И они, как видите, с блесточками. Ой, я даже вижу, кто это. Кажется, это чудовище. Класс. Обожаю, когда попадается принца. Вот такая редкость увидеть. Вообще классный. Такой хорошенький. На карандашик вставляется все что. У меня уже... Я уже доставала из русалочки. Так что мне уже на карандаше флаундер и птичка. Из, кажется, золушки. И давайте поставим последний. Шарик. Ой, а здесь, кажется... Ой, если честно, я не помню, как ее зовут. Миссис Пи. Миссис Пи. Что-то в этом роде. Ненавижу. Как они закреплены. О, наконец-то. Миссис Пью. Ну, что-то в этом роде. Ну, тоже такая прелезиненная. Очень классненькая. У меня уже есть ее сын. Ну, крышечка не снимается. Так она хорошенькая, классненькая. Так. Так. Давайте откроем, наконец-то, яичко хотя бы одно. Это будет у нас Барбоскины. Здесь нарисована главная героиня. Если честно, я не смотрела этот сериал. И я не помню, как ее зовут. Она у меня уже есть, кстати. Надо было бы вкладыш достать, для того, чтобы узнать, как ее зовут. Не, не помню. Виола? Не, не, нет. Боюсь наурать. Так. И кто же? Ой, это мама. Мне кажется, уже была мама. Вот она. Я не буду ее вытаскивать из упаковочки. Роза вот у меня есть. Мама у меня уже есть. И вот всего в коллекции 10 фигурочек. Хотелось бы малыша, такой хорошенький. И вот такая мама. Фигурки прикольные. Они очень прирезиненные. Также поставим маму сюда. И откроем кисворк десерт с игрушкой. Новый год. У меня здесь аж два сюрприза в Новом году. Такой интересный сыговичок. Я уже также открывала эти сюрпризыки. 10-точные десертики. Здесь попадаются Дед Мороз, здесь снеговички. И попадется ли новая фигурка или нет. Это новая для меня. Вау. Вау. Редкость видеть в кисворде, чтобы попадалось много разных фигурок. Такая коллекция из 8 фигурочек. Снеговичок, Дед Мороз, опять снеговичок. Вот эти два у меня есть. Также опять Дед Мороз тоже есть. Снеговичок, Дед Мороз тоже есть и опять снеговичок. И также еще Дед Мороз. И вот такой снеговик попался, который спускается на лыжах. Ну, или кататься на лыжах. Шапочки. Вот здесь очень штабик хорошо сделали. Прямо по центру лыжной маски. Такой развивающийся у него шарфик. Хорошенький. Ну, жалко, конечно же, что у него непрямые палки лыжные. Но ничего, потом выпрямятся. Так. Хорошенький. Дальше давайте опять открым новогоднее яичко. Головоносы, друзья. Дрожи с подарком. Серия петушков. Не знаю, что-то как видела, кто-то открывал. Кажется, здесь попадаются магниты, точно. Так. Кофетки. Не люблю их. Магнитик. Ну-ка, посмотрим на серию. Так. Вот такой артик с лицевой стороны. И вот такие здесь интересные магнитики. Попадаются шесть веселых героев. Собири коллекцию фигурных магнитов. Мне очень понравилось, что эти фигурные магниты немножко из дерева. Классно просто. Жалко, что наклеен, но все равно классно. И здесь поющий петушок. Вот она, на кладыше. Хотела бы хотя бы одного цыпленочка бы. Но ничего, поющий цыпленок. И петушок тоже классный. Ну, посмотрим. Да, держится. Хорошо держится. Такой классненький магнитик. Давайте следующие яички откроем. Тролли. Чипачус. Посмотрим, что же здесь находится. За фигурочкой. Так. Так, кто же здесь? Ой, здесь ручеек. Для меня это уже повторка. Но он тоже хорошенький. Хотя я отрицательный герой. Ну, не отрицательный, а плохой. Такая вся коллекция. Хорошенькая коллекция. Хотя они маленькие, но они такие хорошенькие. Правда, стыки не очень вставляются. До конца, но ничего. Зато очень классные. И давайте, наконец, откроем последнее. Кейт и Мим-Мим. Коллекция мини-фигурок. Вот вся коллекция. Здесь была, как бы, противоугонка, так называем. Назовем я ее еле отклеила, но все равно остался еще клей. Вот здесь такие фигурки попадаются. Здесь есть также, кажется, пушистый Мим-Мим. Мим-Мим простой. Также есть Гобли. Я не смотрела этот сериал. Так уж. Может, неправильно назову. Тэг. Кейт. Кажется, по нашему извод Катя. Бумер и Лилия. Кажется, это, наверное, близнецы очень похожие. Бумеры хорошенькие тоже. Ну, и Лилии тоже прелестные. Но они все очень хорошенькие. Ну, давайте, наконец-то, откроем и посмотрим, кто же мне попался. Я представляю, кто мне попался, но хочу все равно убедиться. Ой, не хочу повредить упаковку. Сейчас не заоткрою. Ну, не хочу повредить кладыш, а то я их один не увидит, кто попался. И мне Гобли. Наверное, это Гобли. Гобли. Если я правильно назвала, Гобли. Классный. Такой хорошенький. Качество хорошее. Ой, без хвоста. Вроде не вытаскивается из подставки. Такие усики. Или здесь, или здесь. Ничего, качество хорошее. Мне нравится. Благо, не написано нигде, что сделано в Китае. Я не люблю, когда такие надписи выбивают где-нибудь. Не в интересном месте. Ну, хотя, да, написано, сделано в Китае. Хотя бы не на нем выбито. Хорошенький. Мне нравится. И вот сегодня мне таки попали сюрпризики. Хороший улов, так называю я это. Жаль, конечно, что повтор из троллей. Ручеек. Ой, упал на меня ручеек. Так же классно, что попался снеговичок. Интересный, чудовище. Так же миссис Пи. Как-то там, не помню. Так же гобли. Ну, может, я неправильно его называю, но прикольно его назвать гобли. Очень классно. Сегодня у меня будет почти любимый. Так же, как и мышка. Так же классненький магнитик. И жалко, конечно, повтор Барбоскиных. Ну, ничего страшного. Такие интересненькие сюрпризы. Спасибо, что смотрели мое видео. С вами была Юля. Всем пока. Бай-бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok